Я думаю, что все доклады друг с другом пересекаются, потому что я вижу, что тема эффективности работы, она интересует, какой бы вопрос ни был, он вызывает живой отклик, то есть задаются вопросы, а как вы вручную собираете, или вы автоматически, а что вы настроите, какие системы используете и так далее. Мы тоже не являемся исключением на самом деле. И я в целом про отрасль IT, и про разработки скажу, что у нас сложилась ситуация, что другие отрасли в этих всех вопросах убежали уже давно. Те вещи, про которые мы сейчас рассказываем, этим по 30 лет. И теориям ограничений, бережливому производству, регулярному менеджменту. То есть наша отрасль молодая, и поэтому фактически любой прорыв, если вы видите какую-то прорывную компанию, она просто взяла и использовала нормальную практику, которая существует в оффлайне. Возьмите ритейл какой-нибудь, там невозможно, чтобы не учитывалось часы, еще что-то, еще что-то. То есть там это в принципе невозможно, потому что компания просто не выживет. То есть условия конкуренции настолько жесткие, что без учета каких-то простых базовых вещей работать невозможно. У нас же производство до сих пор ремесленно-кустарное в основном происходит, поэтому это нормально. Когда мы выступаем на конференциях, мы рассказываем про простые кейсы, как мы внедряли практики, которые работают в оффлайновом бизнесе. В частности, я расскажу про бережливое производство. Бережливое производство – это система, которая выросла, скажем так, из японской промышленности, в частности из Тойоты. Для начала, чтобы ввести в контекст, мы действительно являемся крупнейшей, я не знаю, как мерить, но по крайней мере мы работаем уже 12 лет, реализовали много проектов, я уверен, как и большинство здесь находящихся компаний. То есть у нас достаточно много дипломов, наград различных конкурсов, более 50. Самое интересное, что мы трижды подряд признавали студии номер один в Беларуси по комплексному рейтингу Marketing by, что позволяет нам говорить о том, что мы являемся все-таки на рынке лидерами. Хотя есть и другие, конечно, параметры. Это вот отмечено. Также мы на 11 месте находимся в рейтинге рунетов и про разработчиков общим. То есть входим в 20-ку партнеров Битрикса. Работаем с достаточно крупными компаниями. Я думаю, некоторые из них, то есть это российские компании. Поэтому немножко добавлю такой, скажем, экспертности и пруфа немножко своим словам. Ну и перейдем, собственно говоря, к делу. Для начала я хотел бы сказать, что на экране будет много текста, потому что для меня было тяжело отсечь какую-то суть, потому что тема большая, я могу на эту тему разговаривать несколько часов, например. И чтобы вложиться в отведенных 30 минут, я постараюсь это сделать. Тем не менее, текста я оставил достаточно много. И буду в него подглядывать, потому что там будут некоторые фразы, которые я бы хотел дословно процитировать. Начинаем. Сначала бы я хотел сделать небольшую прививку от излишнего практицизма руководителей студии. Объясню, что я имею в виду. Имею в виду следующее, что руководители говорят, ладно, все окей, это теория, дайте мне вот инструмент, у меня там болит вот там-то и искрит вот там-то. Я хочу решить эти вопросы, расскажите мне, как вы это делаете. И когда задаются вопросы, собственно говоря, обычно ты видишь их узкую практическую направленность. И я бы хотел ответить двумя цитатами Александра Фридмана, это известный бизнес-тренер и проповедник регулярного менеджмента. Он говорит о том, что зона профессионализма начинается там, где заканчивается ресурс здравого смысла и житейской смекалки. Понимаете, о чем идет речь? Если вы хотите выйти на следующий уровень, то вам нужно приобрести какие-то новые знания, обучиться, что-то сделать, посмотреть чужой опыт. То есть вы достигаете на бытовом уровне определенной эффективности и дальше двигаться не можете. То есть вы уже не можете просто так взять и решить эту проблему. То есть вам нужна некая система. В частности, например, Фридмана предлагает систему регулярного менеджмента. И, кстати, она достаточно эффективна. Сегодня Владимир Завертайлов рассказывал на эту тему. И вторая фраза его, что нет смысла давать управленческий инструмент, вот если кто-то спрашивает, нет смысла давать, если человек не понимает глубинно, как он работает. Потому что если контекст меняется, инструмент перестает работать и может нанести вред. То есть это часто происходит, когда у людей вырабатываются шаблоны, вот они какую-то управленческую ситуацию решили, и потом начинает этот шаблон успешный, он вырабатывается, применять, по ходу и нет, а он перестает приносить ситуацию, потому что она поменялась. То есть надо все-таки понимать, почему работают те или иные инструменты. Именно поэтому необходимо понимать, при всем нежелании учиться, понимая, что есть практические задачи, все-таки подсчитывать, ходить на MBA и заниматься дальнейшим развитием. Давайте дальше. И очень интересный пример был, я разобрал нашу историю, надо было как-то про студию рассказать, я разобрал нашу историю, у нас на постсоветском пространстве, пространстве очень хорошо известен Искак Адизис, тоже бизнес-тренер, у него есть несколько книг, в том числе там жизненный цикл корпораций, и вот я разбирал, как мы и развивались. То есть я объясню, почему, собственно говоря, бережливое производство пришло. Оно на самом деле приходит как всем в одно и то же время, кому-то теория ограничений, кому-то бережливое производство, кому-то еще что-то. Смотрите, когда у него есть жизненный цикл, он там, условно говоря, разбивает на пять стадий. То есть вот есть ухаживание или зарождение бизнеса, то есть когда вот компания просто сформировалась и, соответственно, она просто выживает, смотрит, работает этот бизнес или нет. То есть это понятно. У нас он занял три года, например. В шестом году мы точно решили, что это будет основной бизнес. Кто-то поуходил с работы, мы нашли офис, и у нас началось самоденчество. Мы начали поиск продукта, ориентации на продукт. То есть поиск продукта мы там занимали всем подряд и презентациями, и SEO, и баннерами, и фирменным стилем и так далее. То есть ты ищешь вот эту всю, ищешь себя, находишь. И, соответственно, мы нашли для себя, что веб-сайты – это рынок, на котором можно работать, на котором есть устойчивый спрос, и который мы более-менее умеем делать. Нам это интересно. То есть мы сформировали эту историю. И вот два года, ну или три года, как считать, с 2006 по 2008 мы уже так вот развивались примерно в младенчестве. И когда мы определились для себя, поставили какие-то амбициозные цели для этого рынка, у нас началась фаза «гоу-гоу» или «давай-давай», то есть когда цель есть амбициозная, и задача компании – это ориентация на продажи, то есть занять определенную долю рынка. То есть ты начинаешь хватать клиентов, гоняться за крупными брендами, делать их в минус, работать на портфолио для того, чтобы выглядеть хорошо, чтобы надуть широко грудь и как-то так серьезно предстать на рынке. Эта стадия, она хороша, вот ты ее проходишь, и на самом деле у нас она была достаточно успешна. Буквально, я бы сказал, за три года мы стали из компании одной из десяти, стали одним из лидеров, а вот в 2011 году уже и выиграли первый конкурс, то есть рейтинг маркетинг БА. Но дальше происходит, переход на следующую стадию, он происходит автоматически, потому что этим всем надо управлять. И ты устаешь там работать с низкой эффективностью, постоянные проблемы возникают, нет наработанных процессов, и в какой-то момент ты понимаешь, что надо это все собрать воедино, и наконец-то там, чтобы компания начала зарабатывать деньги. И вот здесь происходит кризис, потому что вот до этого работавшая предпринимательская модель, она должна поменяться на более-менее профессиональный структурированный менеджмент. И вот именно в этот момент, то есть когда такой общий хаос, я помню свои ощущения, когда у нас там работало 30 человек, я вообще, ну вот, был момент, когда просто не понимал, что с этим всем делать, как это структурировать. Нужны были какие-то движения, вот мне попала книжка «Бережливое производство в руки». Я до этого читал «Доу Тойота», то есть это тоже книга на эту тему, собственно говоря, и вот она помогла структурировать, и знание понять, как сделать компанию эффективной, за счет каких методов инструментов, потому что моя бытовая логика мне не подсказывала, то есть мне не было ни одной мысли, вот как это все упорядочить, структурировать. И с этого началось вот через «Бережливое производство», мы начали работать над эффективностью, то есть и вот задача там увеличить прибыль, то есть структурировать производство, наладить, сделать порядок, оказывать качественный сервис клиентам, а не через раз или как повезет, то есть снизить вариативность и все вот эти вещи, которые необходимы для того, чтобы бизнес нормально функционировал. И вот следующий, я надеюсь, этап расцвета, это вот то место, где по дизису компания должна находиться, я уже дальше не буду там есть и дальше цикл, он говорит, что здесь можно находиться бесконечно, когда все-таки должна быть гармония между долей рынка и прибылью, то есть когда гармония интересов клиентов, сотрудников, менеджмента находится, то есть компания выбирает некую взвешенную, сбалансированную позицию, начинает приносить пользу обществу, участвовать в каких-то благотворительных вещах, то есть вот как-то в таком ключе балансируется, приносит пользу не только там узко направленную, например, прибыль, но и занимается развитием сотрудников, обучает клиентов, развивает рынок и так далее. Скажите, вот кто-нибудь себя узнает, поднимите руки, кто проходили эти стадии, кто дошел до последней здесь, поднимите руки, кто в расцвете у нас находится. Вы скромны, это хорошо. Вот один человек сзади. Скажите, кто находится на стадии юности? Хорошо, хорошо. Кто находится на стадии давай-давай, гу-гу? Тоже есть люди, отлично. Кто в младенчестве, только организовался недавно? Тоже есть люди, отлично. А кто только зародился? У кого только начало самое? Не доехали. А нет, есть, есть. Так, я вас понял. Ну вот, соответственно, чтобы вы понимали, у всех разные стадии, и надо использовать разные инструменты. То есть вот примерно вся история, как это происходит. Соответственно, вот и пришло бережливое производство. Ну что такое бережливое производство, чтобы мы понимали? Это концепция некого управления, которое основано на постоянном устранении всех видов потерь, которые они есть. Я сейчас это раскрою. Зародилось в Японии, когда она была разрушена войной, у них не было ничего, кроме желания, и приехало несколько американских консультантов, среди них был Эдвард Деминг, который прочитал серию лекций про статистический контроль качества, и японцы загорелись. У них была только теория и желание. И за 30 лет, например, вот Toyota, который применял этот принцип и выходил у себя, скажем, набор инструментов, Toyota стала крупнейшим мировым производителем, и при всем том отношении, которое есть у людей к Toyota, ну, эта компания действительно по уровню производительности, по уровню эффективности, по уровню, я не знаю, мышления, и заряженности на результат опережает на голову своих конкурентов. Давайте дальше. В основе бережливого производства есть такое понятие, как ценность. Вот тут я бы обратил ваше внимание, потому что все, что до этого я говорил, это, в общем-то, в принципе, было, ну, скажем, вступление. Давайте поймем, что такое ценность, потому что понятие ценности, в общем-то, изменило мое мышление. Ценность, я сделал несколько специальных определений, чтобы, ну, как бы они, может, с разных сторон дойдут, да, я их прочитаю. Ценность — это то, что удовлетворяет ту или иную потребность клиента. Это первое определение. Второе. Ценность — это полезность, присущая продукту с точки зрения клиента и находящая отражение в цене продаж и в ночном спросе. Ну, немножко заумно, да. И еще. Ценность — это набор свойств и качеств продукта, ради которого клиент его и покупает. Синонимом вот слово «ценность» — это и есть полезность в русском языке, не совсем ценность, то есть это некая полезность. Самый важный фактор — ценность определяет потребитель. Я вам сейчас еще раз объясню на хорошем примере. Я помню, мы делали корпоративный сайт и согласовали главную страницу. Это длилось какое-то время, возможно, месяц. Мы делали сколько-то итераций, сколько-то вариантов и так далее. И вот буквально на следующий день, буквально, звонит клиент и говорит, ну, когда будет сайт готов? Так там же верстать, еще внутренне рисовать, наполнять. То есть для клиента ценность была. Это что? Нет, главная страница. Он покупал у нас главную страницу. Понимаете? Он не видел других работ, они его не интересовали. Ну и вот когда ты этот момент осознаешь, ну, допустим, для простого сайта, я не говорю там про какие-то супер-пуперы. У нас, например, рынок в Беларуси, там проекты в основном небольшие. То есть у нас вот наших там 7 крупных клиентов дают нам не 60% выручки, а 30, например. То есть у нас больше мелких проектов. Ну, в силу, наверное, там, может, мы немножко отстаем от московского рынка и так далее. Но смысл заключается в том, что вот для них сайт это и есть главная страница. И у меня встал вопрос, а нафига, простите, мы рисуем еще там десяток страниц, которые клиенту не так-то сильно нужны? Более того, мы их иногда проектируем, правильно? То есть полностью сайт отпроектируем, а клиент этого не понимает. Он смотрит на проектирование, ну, окей, давайте дизайн уже покажите, на дизайне начинается какое-то движение. Зачем мы это все делаем? Я к чему говорю об этом? Потому что мы сами же создаем… Вот нам кажется, что проектирование – это важно. Нам кажется, что какие-то функциональности для нас важны, что какой-то технологический подход, ангуляр или что-то еще представляет ценность. Но клиент определяет ее сам. Не разработчик. Разработчик ее создает, но клиент определяет. И вот определите, что является ценностью для вашего клиента и поубирайте все лишнее. Продукт от этого хуже не станет. Он может быть хуже вам, как вы стремитесь к некому технологическому совершенству делать какие-то очень-очень сильные вещи. Но в целом клиент готов платить и без вот этих наворотов. И когда вы выкинете эту ненужную работу, сроки могут сократиться в два раза, прибыль может увеличиться в два раза, если она была до этого. И, соответственно, какие-то вещи пойдут на лад. Вот это понятие ценности. Я ее объяснил. Понятно, примерно, идея. Для того, чтобы понимать, о чем я говорю, надо хотя бы там… Я в конце шесть книг приведу. Почитайте ее, пожалуйста. Там это более подробно описано на примерах, доступных там Porsche, например, Toyota и так далее. Там разобраны серьезные примеры. Давайте разберемся, что такое потери или муда. Муда, соответственно, это потери, отходы, то есть любая деятельность, которая потребляет ресурсы и не создает ценности. Что это такое может быть? Это ошибки, которые надо исправлять. Это производство изделий, которые никому не нужны. Для нашей белорусской промышленности это хорошо, например, известно. То есть когда у нас склады затарены, и мы, например, не можем продавать. Это перемещение ненужное. Это задержка выполнения, когда мы не можем отгрузить заказ, потому что на каком-то этапе что-то не происходит. Это какие-то ненужные функциональности. Это вещи, которые в целом не приносят ценности клиенту, которые он не заказывал. Вот это все потери. То есть это муда. Муда – это действие, которое не приносит ценности для клиента. Проще говоря, муда – это то, за что клиент с здравым умением будет платить. Вот за что клиент готов платить при разработке сайта, скажите мне? За дизайн. Хорошо. А за что он не готов платить? Ну почему за верстку? За верстку он готов платить. Он не готов платить за баги верстки, правильно? Да, за тестирование, за баги верстки, за баги программирования. Он не готов платить за правки дизайна, потому что дизайнер посмотрел мимо брифа и нарисовал, как ему кажется, этот проект должен выглядеть. И потом он приходит в макет с кучей права, говорит, ребята, он не соответствует тому, о чем мы разговаривали. Вот за это готов клиент платить? Нет. И вот мы должны понимать, что вот эти вещи надо устранять. То есть, соответственно, не надо путать бережливое производство как процесс совершенствования и некие инструменты. А потом уже появляется некий набор инструментов, который позволяет вам эти потери устранять. Я вот здесь оговорюсь еще раз, потому что многим непонятно. Мы стремимся часто копировать западные модели именно в рамках инструментов. Например, кто-то съездил в какую-то компанию, которая 100 лет в Англии, посмотреть, что они там поют гимн и поднимают флаг каждое утро. Мы приехали, у себя что первым делом сделали? Внедрили там, флаг поднимаем, поем, у нас все будет хорошо. Но это похоже на каргокульт. Когда туземцы строили аэропорт из соломы и надеялись, что им опять будут как во время войны посылать посылки. То есть, сбрасывать посылки с неба. Известная вещь. То есть, ничего, что у той компании, которая 100 лет, до гимна и флага еще была там выстроена система менеджмента, система дистрибуции, там наняты обученные люди и т.п. и т.д. Чего нету. То есть, мы любим копировать эти вещи, а этого не надо делать. Поэтому у меня там будет перечень инструментов, бережливого производства. Вы их многие знаете. Там Камбан, там, я не знаю, там PDCA и так далее. Ну, много всяких вещей. Но главное, надо понимать суть. А суть это ценности потери. Вот и все. Это Таитиона, человек, который фанатично подчеркнул, вот эту концепцию простую реализовывал. Что он говорит? Он говорит о том, что, ребят, мы берем время, которое между получением предоплаты и, соответственно, сдачей продукта и методично его сокращаем, устраняя все потери. И он этим занимался 30 лет, и Тойота стала лучшей компанией в мире. Я вам упрощаю картину мира до безобразия. Ну, понимаете, да? Просто устраняйте потери с помощью набора каких-то инструментов. Давайте дальше. Какие бывают виды потерь классических? Семь есть потерь Паона. Ну, я бы добавил еще две, например. Что бывает? Потери из-за перепроизводства, я к ним отношу, незавершенное производство. Его обычно в веб-студиях куча. Там не сданные проекты по два года, которые валяются, там заказчик пропал, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да? То есть там много всего. Дальше. Потери времени из-за ожидания. Тоже этого полно, когда мы ждем, пока освободится какой-то этап, там, пока мы согласуем что-то с клиентом, который уехал в отпуск, там, и так далее, и тому подобное. Потери при ненужной транспортировке. Ну, тут, в общем, это относится, ну, не самое худшее, да, потери из-за излишних этапов обработки. Вот я про это говорил, да, если мы делаем для простого понятного проекта проектирование, потому что у нас так заведено, и никто головой не подумал, надо ли он вообще там, да, то есть нарисуй один скетч главной страницы и отправь его, да, то есть, а мы сделали 10 прототипов, ну, это потери из-за излишних этапов отработки, потому что человек отработал время и получил за это деньги, правильно? Правильно. Вот. Потери из-за излишних запасов, это, например, из-за того, что вы делаете лишние работы, у вас работают лишние сотрудники, да, то есть, как бы, ненужное перемещение, там окей, да, то есть и вот седьмой важный пункт это потери из-за выпуска дефектной продукции, то есть грубо говоря баги, да, то есть мы верстаем 40 минут, ой, 40 часов верстаем проект и потом еще часов 20 его правим, то есть как бы ну понятно, да, что это не очень эффективная работа. Давайте дальше смотреть. Дополнительные потери это потери из-за избыточной сложности продукта. Веб-разработки случаются сплошь и рядом. Рекомендую обратить на это внимание. Приносит ли ценности действия, которые вы сейчас производите для клиента? Вот эта функциональность ему действительно нужна или нет? То есть надо слушать клиента, то что ему необходимо. Понятно нужно стоматься в возрастливых рамках, но часто избыточность она чрезмерна и студии сами из-за этого страдают. Дальше нереализованный творческий потенциал сотрудников, да, то есть много примеров, когда вот рабочая апатия, например, да, то есть когда все равно ничего не изменишь. Людям надо дать возможность, чтобы они могли изменить. Для этого нужно регулярно менять процессы и работать в каком-то направлении, направлении эффективности. С чего начать? План действий. Во-первых, надо захотеть это сделать, да, то есть ну большинство людей, в мире всего 4 компаний, 4% компаний внедряют какие-то элементы в управление бережливого производства, да, то есть для того, чтобы захотеть, надо захотеть сделать. Потом необходимо получить знания, без знаний, то есть дальше двигаться невозможно. Потом необходимо создать кризис или сгенерировать. Это проблема любых изменений, что когда нам кажется, что все пропало, у меня там где-то есть слайд, да, то есть когда нам кажется, что вот ситуация примерно такая, как-то изменения проще принимаются, чем если все хорошо, мы в шоколаде, к нам стоит очередь. От того, что к нам стоит очередь, это не значит, что титаник не тонет. То есть как бы, ну, это тоже надо понимать. Дальше есть такой инструмент, я его единственного покажу здесь, это составить карту потока создания ценности. Это есть такой инструмент, картирование потока создания ценности, который позволяет увидеть процесс целиком. Он хорошо описан в книжке «Учитесь видеть процессы Ротера и Шука», который я привожу в списке литературы дальше. То есть, соответственно, после составления карты мы видим потери. Необходимо создать видение будущего. То есть как бы мы хотели, как бы правильно процесс работал, вот вообще вся цепочка процессов, с устраненными потерями. И к нему стремиться, начать совершенствовать, устранять потери, которые можно сделать. Очень важно добиться результатов быстро, чтобы команда поверила. Потому что проблема, ну, этот вот человек, который захочется сделать, он называется агент перемен. Если агент перемен не сможет зажечь команду, это постепенно сойдет все на нет. То есть будет высокое сопротивление. Дальше построить организационную структуру вокруг семейств продуктов и потоков создания ценностей. Я не буду сейчас это объяснять, нету времени. Потом создайте поддержку изменений. То есть желательно, чтобы были какие-то свободные ресурсы, которые могли бы только заниматься обучением бережливого производства, либо поддерживать изменения. Это очень важно, потому что мы сейчас на этом буксуем. Потому что нет ресурсов и все хорошие начинания, они как-то вот очень в малом количестве внедряются. И необходимо постоянно совершенствоваться. Называется в Японии это като-совершенствование. Вообще это основной навык. То есть если убрать все инструменты, смысл работы Тойота заключается в том, что они видят новое целевое состояние, но не знают, как его достичь. И, соответственно, вот они к нему движутся и постепенно экспериментируя, пробуя разные те или иные шаги, через какое-то время его достигают, приобретая при этом осмысленный опыт. И дальше совершенствуется. Если ты это делаешь 20 лет, тебя уже никто не догонит. Давайте дальше. Это человек, который вдохновитель японского экономического чуда. Он говорит о том, что нельзя ожидать каких-либо значительных перемен в замкнутой системе. Новые знания всегда приходят извне. Поэтому я и говорю, что бытовой опыт не работает. Необходимо учиться. Для того, чтобы двигаться дальше, развивать свою систему, в том числе производственную. Про кризис мы говорили. Соответственно, картирование потока создания ценности. В чем смысл? Карта потока выглядит примерно вот так. Вы просто читаете книжком и составляете эту карту примерно свою. И там есть обозначение, где у вас потери, где у вас ожидания, где у вас зацикленные склады. Мы когда составили, мы поняли, что, например, у нас средний проект разрабатывается условно примерно 5 месяцев. Из них ценность мы создаем примерно 30 дней. То есть, соответственно, в среднем 4 месяца проект непонятно где находится. На согласованиях, на утверждениях, в ожиданиях и так далее. И таких потерь вырисовывается море. Когда мы второй раз рисовали карту потока создания ценности, мы увидели у себя несколько потерь, смогли оптимизировать некоторые этапы. Или, например, отказаться. У нас нет тестировщика в чистом виде. У такой человек с надписью на спине нет. Тестировщик. Мы смогли определенными действиями сократить, ну, то есть, вот эту работу перенести на других людей. И мы решили эту проблему. Потому что у нас раньше была проблема, что этим человеком надо управлять. Он то сидел с загрузкой, то нет. Потом мы просто подумав хорошо, и за 3 месяца, собственно говоря, решили эту проблему. И сейчас процесс, мало того, не просто стал стабильным, он стал развиваться. В силу приложения определенных управленческих усилий. Вот это наши карты. Это первое 2012 года. Это вот где-то подальше. То есть, вот мы рисовали просто вот схемы на досках маркерами, рисовали, там показатели определенные выводили, анализировали статистику по срокам, и, в общем-то, так двигались. Вам известны многие инструменты, но я говорю, на них не надо зацикливаться. То есть, как бы мы знаем, там PDC, Kanban, Kaizen, 5S, там, я не знаю, точно вовремя, быстрая переналадка, 5 почему известная. То есть, там много взято вот, Lean Startup есть концепция, которая полностью выросла из этой всей истории. То есть, это инструменты для решения проблем. Ни в коем случае это не панацея, чтобы внедрить какой-то из них у себя. Хотя 5S я бы вот не отказался бы просто взять и внедрить. Потому что это чистота на рабочем месте, когда убирается. Это вот есть некоторые вещи крутые. Вот. Давайте теперь поговорим про 8 принципов бережливого производства, которые, в общем-то, значительно важнее, чем отдельные принципы. Создавайте ценности, а не потери. Понятно, да? То есть, каждый раз, когда вы что-то делаете, спрашиваете, вы приносите ценность этой работы, либо, ну, то есть, это потери, это никому не нужная работа, да? Потом необходимо постоянное совершенствование. То есть, принцип должен быть всегда. У вас должно быть будущее состояние или цель. Ну, например, вы сейчас в среднем на проекте делаете 50 багов. Мы хотим делать через, там, 3 месяца 30. Как мы этого можем добиться? Вот это будущее целевое состояние. Вы не знаете, как вы этого можете добиться, но экспериментируя, используя разные инструменты, ваша мысль уже бежит в нужную сторону. То есть, нету вот этого, называется, понятия аналитический паралич, когда ты стоишь и думаешь, а за что схватиться? Все горит, за что схватиться? Какой там пожар потушить? То есть, тебе понятно, что делать. Правильный процесс дает правильный результат. Помните, что проблема, решенная неправильным способом, она как гидра. У нее на месте одной головы отрубленной вырастает 3. То есть, всегда нужно решать правильно стандартизированным способом. Если у вас есть стандарт, но вы решили какую-то проблему в его обход, то в таком случае вы сделали еще хуже, потому что стандарт перестает работать. И эта проблема потом вылезет, но в других проявлениях. Делать работу хорошо с первого раза. Это очень важно. Люди не понимают, что багов можно избегать. В бережливом производстве есть концепция 0 дефектов. То есть, это значит, что можно не совершать какие-то действия. Я вам расскажу здесь краткий пример про Porsche. Porsche сам по себе выпускал машины 45 лет. И когда стало совсем плохо, нанял сенсеев, которые работали на Toyota, по-моему. Вот они приехали. И через 4 года у них с конвейера сошел безбажный автомобиль. Как Porsche делал машины? Сходит какая-нибудь Carrera или 911 модель, а у них стоят уже такие известные, опытные ребята с напильничками. Они уже знают, где там что не так. И начинают сразу после конвейерную подготовку. После 4 лет практики бережливого производства выяснилось, что можно выпустить машину без багов. Они стояли, разведя рукой. В машине не было чего исправлять. Приведу аналогию с сайтами. Вы запустили сайт, сдали клиенту. Потом, слушайте, надо же в портфолио положить. Так в таком же виде нельзя. Там баг, там баг. И давайте 40 часов еще правок. У кого такие ситуации были? Расскажите мне. У нас были. Стыдно работать. Клиенту-то сдали, но коллегам показать стыдно. Засмеют же. Закомментируют. Соответственно, вот этого можно избежать. Потому что большинство вещей можно делать правильно с первого раза. Это парадокс, но люди не сразу это понимают. Но, тем не менее, этого можно добить. Важный признак. Устрани причину ошибки в процессе, предотвратив ее появление в будущем. Это очень важно. Потому что очень многие люди, допустим, представляете, там завод. И вот там какой-нибудь толстый кабель лежит по дороге. И все через нее 20 лет переступают. Вот это любая проблема. У нас была ситуация, когда верстальщики брали, были какие-то там наработки свои. Вот они были с ошибками, эти доработки. Вот они каждый раз брали, копировали, правили одни и те же баги на этих проектах 10 раз. Нет, чтобы лень было залезть. И это на уровне культуры. Пока мы к этому управленческие усилия не приложили и не стали вот этот момент контролировать, вот так это происходило. Это все потери времени. Проверки и контроль не сознают качество. Есть хороший пример. В какой-то из книг описан, когда помощник мастера и мастер, они там собирали, в общем-то, двигатель. Я не помню. То ли Сузуки, то ли Хонда. Да я не помню. И ключ упал в двигатель. То есть двигатель. И ученик говорит, слушайте, давайте достанем. Говорит, ничего, там в конце есть контролер, который, собственно говоря, достанет этот ключ. И это приводилось как пример вопиющего, то есть вопиющего нарушения вот этого правила. Потому что потом на Porsche считали, что ошибка, которая исправлена самим человеком, условно верстальщиком, то есть ее исправление стоит 1 доллар. Когда его нашел тестировщик, этот баг, то есть он отправил в списке верстальщику назад, он поправил, стоит 10. Когда его нашли уже при сдаче проекта, или клиент нашел, уже 100. А когда клиент уже нашел это в процессе эксплуатации, то уже 1000. Вот они на машинах, а я привожу аналогию на верстку проектов. Поэтому ошибка должна быть исправлена, устранить ошибки сразу в процессе и не допускать их дальше. Есть еще один очень хороший правило. Не принимай дефект, не делай дефектов, не передавай дефект. Вот примерно это про это. Потом проверки контроля не создают качество. Это значит, мы про это говорили. Стандартизация работы тоже. В веб-разработке нельзя ничего стандартизировать. Можно. Все думали, что нельзя. На самом деле примерно 80% работы можно тем иным образом стандартизировать. Стандартизировать не значит плохо. Стандартизировать наоборот это значит хорошо. Это значит, что мы весь опыт, который мы накопили, можем дать каждому конкретному клиенту и добавить именно то, что ему надо. Поэтому стандартизацию надо отдельно разбирать и делать. Но без стандартной работы нет вообще движения по качеству. Совершенствование возможно там, где есть стандарты. Потому что вы придумали какое-то улучшение, чтобы оно влилось в процесс, его надо где-то описать, зафиксировать. Это и есть стандартизация. И принимать решение необходимо исходя из долгосрочной перспективы. То есть важно понимать, что вы сейчас минутно решаете проблему либо надолго. Меняется мышление, меняется подход, и это хорошо сказывается на карме компании. Качество представляет собой не поддержание какого-то определенного стандарта, а живой динамический процесс постоянного совершенствования. Это сказал доктор Деминг. Давайте дальше. Что нам дал Лин? Я постараюсь сейчас быстро закончить. То есть там презентация еще минут на 10, наверное. То есть сократили трудозатраты, научились делать проекты быстро. То есть у нас достаточно высокая сейчас технологичность проектов. Ну вот если у нас уже год, то есть там есть адаптивный… 5 минут, хорошо. У нас есть год примерно уже мы используем адаптивную верстку, то есть адаптивный layout, bootstrap. То есть на базе bootstrap у нас нарисован свой фреймворк. Вот сейчас у нас фактически все проекты выходят адаптивные, потому что мы доработали, мы вложились много в наши стандарты. Больше там тысячи часов у нас ушло на разработку и внедрение стандартов управленческого, причем времени. То есть и проекты выходят адаптивные. И мы это очень радуем, потому что если сейчас адаптировать вручную, это дорого, а так это будет дешевле для клиента в том числе. Соответственно, каждый клиент у нас получает все, что мы знаем, и мы не сильно зависим от каких-то высококвалифицированных сотрудников. То есть не в каждом проекте мы все равно передаем все, что мы наработали, умеем, знаем, начиная от качественной верстки, заканчивая всеми примочками для SEO, которые полезны для сайта. То есть мы про это клиентам говорим, и это реально конкурентное преимущество. В процессе формирования принципов у нас появилась команда единомышленников. Именно в плане руководства. У каждого отдела есть человек, который разделяет эти принципы. Кто сопротивлялся, тот ушел. Это понятно в любых изменениях. Тем не менее, сейчас я могу сказать, что мы разговариваем на одном языке. Как говорит Александр Фридман, работаем в одной операционной системе. Далее. Мы для себя создали долгосрочные конкурентные преимущества. И у нас сейчас, доведя производственную систему до того уровня, который сейчас есть, у нас открываются очень большие возможности. Что делать дальше? Можем экспериментировать с различными продуктами, в зависимости от того, что требует рынок. Потому что рынок белорусский, он имеет определенные нюансы, и мы должны под него подстраиваться. То есть он имеет в том числе определенные ограничения по бюджетам. У нас есть несколько кейсов, то есть сокращение багов на верстке. То есть с помощью определенных усилий и затрат и управленческого внимания мы сейчас довели примерно, то есть количество багов снизилось до 20-40. В том числе за счет снижения объема работы, в том числе за счет того, что мы привлекаем дизайнеров к отсмотру, потому что раньше, например, на два пикселя отступили верстки, и это записывались как баги. А сейчас дизайнер подойдет, посмотрит, да нет, нормально. И это не баг. Это нормально выглядит, потому что приемку осуществляет дизайнер, потому что это не влияет на качество проекта. Зачем это переделывать? То есть там пиксель в пиксель верстать и так далее. И у нас есть кейс второй, сокращаем сроки разработки. Именно пересмотрев с точки зрения ценности, то, что мы делаем на наших стандартных проектах, то есть мы отказались от части работ, точнее, как от нее отказались? Мы ее отказались делать каждый раз, мы ее сделали один раз хорошо. Мы сделали так, чтобы она выглядела каждый раз хорошо для конкретного клиента. У нас это получилось, и сейчас мы просто делаем меньше работы. То есть мы сейчас внедряем, например, условно такой простой какой-то корпоративный сайт за примерно 20 часов, а раньше это было недели и больше. То есть наша цель стоит 10 часов сделать. Мы сократили количество убыточных проектов, потому что мы стали это считать, но когда ты что-то считаешь, этот показатель начинает улучшаться. Но, тем не менее, общее время проекта без контроля за этим показателем, то есть в силу каких-то вещей, оно сократилось, но не сильно, и мы работаем над этим. Поэтому я не говорю, что у нас там все идеально и хорошо, я просто рассказываю те положительные изменения. Опять же, надо понимать стартовую площадку, которая была. Дальше. Бережливое производство именно потому и называется бережливым. Подытоживая Джеймс Вумек. Что позволяет делать все больше, а затрачивать при этом все меньше. Меньше человеческих усилий, меньше оборудования, меньше времени, меньше производственных площадей. И в то же время приближаться к тому, чтобы предоставлять потребителю именно то, что он хочет. К вопросу о ценности. То есть мы делаем меньше, а предоставляем больше, качественнее и лучше. Но это другой взгляд на производство, другой подход. Советы. Сокращайте сроки. Есть книжка «Бережливое производство программного обеспечения», где я согласен с этим выводом. Вывод такой. Только сокращение сроков выпуска проектов либо истории в Agile Scrum, то есть позволяют улучшать качество работы всего процесса целиком. Не отдельная субоптимизация отдельного процесса, а именно чтобы система работала целиком. То есть другой взгляд на вещи. Поэтому цель сокращения сроков, она важна, крайне важна для проектов. Следующий процесс – это внутренний клиент. Отношение дизайнера к верстальщику должно быть как к клиенту, а не как выкинул-отдал. Это очень важно. Развивайте производственную систему, наработки, стандарты, подходы. В общем, хорошо. Ограничивайте дизайнеров и внедряйте их в производственный процесс. Очень важно, потому что к дизайнерам относятся как к небежному злу. То есть они что-то там рисуют и так далее. Есть у кого такое отношение? То есть дизайнеры не понимают, ладно, пускай что-нибудь нарисуют, мы потом внедрим. Поднимите руку. Что, ни у кого нет? Ну ладно, то есть, ну. Ну вот надо им объяснять тоже, и они начнут делать правильно. Просто их надо объяснять, как правильно делать. Они не знают. Проверьте каждый этап, например, создания ценности для клиентов. И, соответственно, устраниться все ненужное. Ну, наверное, все-таки я дальше… Вы сможете посмотреть презентации. Я вот этой цитатой хотел бы закончить. Это сказал Деминг. Вы можете не изменяться, выживание не является обязанностью. Да, то есть, поэтому вот эта литература… Это мои контакты. Спасибо. Верните на литературу. Сейчас, секундочку. А мне микрофон включить, пожалуйста? Раз, два, три. Раз, два, три. Вообще очень круто, что ты эту тему понимаешь и рассказываешь. Раз. В конце, в конце. Тридцатый кадр, по-моему, тридцатый. Раз, два, три. Нет, у меня включили. Раз, два, три. Нет, у меня включили. Пожалуйста, вопросы. Здесь вопрос. Вот все-таки бережливое производство – это было для массового производства разработано, а сайты – это часто симбиоз массового и проектного. Кто в вашей компании определяет вот эту грань, отсечения, да? Потому что даже сегодня уже были примеры, казалось бы, бесполезные фичи, на которые мы расходуем время, мы не подозреваем об этом, но это то, почему у нас покупают. Где вот эта вот грань? Потому что есть клиенты, для которых вот эти ваши два пикселя, они мозг вынесут, пока вы эти два пикселя не решите, вы будете 10 раз переделывать. То есть кто в вашей компании решает, что это не делаем, а вот это делаем? Ну, смотрите, бережливое производство позволяет вам сфокусироваться именно на тех клиентах, с которыми вы хотите работать. Если вот кто-то вам выносит мозг за два пикселя и делать какой-то супер-пупер дизайн, я не знаю, как у кого-то или лучше, то есть если вы к этому не готовы и вы на этом не зарабатываете денег, я не вижу смысла этим заниматься. То есть у нас, например, страсть к другому. То есть мы делаем все хорошо, но вот кто определяет, у нас как бы продуктовая линейка сформирована, мы на пресейле это говорим, что вот мы выясняем у клиента, вот надо ему это или нет, и потом принимаем для себя решение, ну, готовы мы вот то, что ему надо внедрить или нет. Ну, если мы видим, ну, так об этом все говорят, весь рынок говорит, что работайте с теми, с кого вы можете хорошо обслужить. Да, пожалуйста, вопрос. А вот скажите, пожалуйста, как вы вот бережливое производство с точки зрения бюрократии внедряете? То есть инструкции раздаете сотрудникам, с какой скоростью все это происходит, как часто гайки подкручиваете? Да, ну, бережливое производство и гайки это немножко разные вещи. То есть тут это скорее регулярный менеджмент, который покрывает полем власти, ну, то есть структурирует правила в компании. То есть мы периодически делаем изменения в процессе. Бережливое производство – это про производственный процесс, это не про закручивание гаек. Понимаете, есть какие-то общие принципы философские, но на самом деле этим занимаются руководители отделов управляя процессом. Не руководители отделов, которые там сами внедряют что-то, а именно управляя процессом, отслеживая ключевые параметры, там, верстки, дизайна, внедрение, там, я не знаю, менеджмента и управляя этим процессом. Понимаете, да, в результате рождаются какие-то регламенты, там, стандарты и так далее, да, то есть другие регламентирующие документы или какие-то пояснения, факи, видео, там, инструкции, но это все инструменты, которые рождаются для того, чтобы сохранять знания, накапливать. Виталий, в рамках бережливого производства, да, какие у вас лично из вашего опыта были приняты ключевые решения? Ну, например, отказались от проектирования, там, отдали верстку на аутсорс. Вот в вашей компании что позволило стать лидером? Ну, во-первых, мы от проектирования не отказались, мы его делаем там, где надо, да, то есть мы видим, если с клиентом можно обойтись скетчем, мы делаем ему скетч, то есть у нас нету жестко, что вот мы там отказались и все, мы делаем это проектирование. Пересмотр ценностей, то есть мы отказались от реализации, ну, то есть вот большого объема страниц, которые для клиентов не несут ценности, это подтвердило гипотезы, то есть большой объем внутренних страниц, которые каждый раз отрисовываются, там, 404 ошибка, там, какая-нибудь креативная нарисованная, ее же потом верстать, ее же согласовывать, ее же прогнозировать, это же править баги каждый раз, да, то есть и это позволяет нам, вот у нас был реальный кейс, когда мы там, ну, проект фактически внедрили, чуть ли там 36 было дней на реализацию проекта, и 30 дней мы работали над ним, то есть там, ну, соотношение очень хорошее, то есть мы реально можем там внедрить проект там за месяц, да, и к нам приходят, там, 4 месяца с кем-то ерундой занимались, потом там пришел, там, я не знаю, там, чемпионат на носу, пришли к нам, и за 17 дней внедрили там сайт федерации одной, да, то есть спортивной, то есть вот у нас таких кейсов много, мы можем делать быстро, у нас процесс на это налажен, потому что не делаем ничего лишнего. Последний вопрос. Да. Здравствуйте. А подскажите, как вы регламентируете сроки утверждения клиентам? Ну, у нас… Как-то на него влияете? В договоре у нас прописаны сроки, да, когда клиент затягивает срок, мы пишем информационные, ну, понятно, что мы не можем на него влиять, да, то есть, ну, мы, точнее, мы не можем его заставить, но мы можем на него влиять. Мы пишем письма и говорим о том, что, и в договоре мы ссылаемся на то, что, извините, если вы нам не ответите и срываете сроки со своей стороны, вы потом, ну, в очередь станете с какой-то задержкой. Все равно мы ничего не можем сделать, и мы понимаем, что пока культура потребления веб-разработки такова, что, ну, клиенты могут вот просто прервать проект на 3 месяца и ничего с этим ты не сделаешь. То есть, как бы… Очень тяжело их применять. У нас, ну, вот тяжело применять реально… То есть, люди не готовы на это идти. То есть, это просто… Ты понимаешь, то есть, ты будешь штрафовать клиента за сроки, то есть, ну, это портит отношения. Просто, ну, с таким клиентом просто проще расстроить отношения, чем, там, доказывать, что, там, заплати нам 10% неустойки, например, которые прописаны на договоре. Совсем последний вопрос. Кстати, можно уже диванчики… Ок, а скажи, пожалуйста, какие вот вещи бережливое производство пропагандирует, вы попробовали внедрить и поняли, что в веб-разработке это грабли, и вы признали это ошибкой? Да, мы пробовали делать так, чтобы, ну, то есть, вообще бережливое производство начиналось с системы точно вовремя. То есть, когда там вот все этапы синхронизированы, да, то есть, как бы все этапы синхронизированы, и мы берем ровно столько, сколько можем. И мы поняли, что такое сделать невозможно, что вот проект берем и делаем его сначала до конца, не останавливаясь. Такое невозможно, потому что клиент как бы разбивает проект на несколько частей. Я говорю про проект с нуля, я не говорю, кстати, про саппорт, который там, поддержку, развитие, который это отдельный процесс. Я сейчас рассказывал про разработку проектов с нуля, да, то есть, как бы, это отдельное семейство продуктов, как вот я про что говорил, да. То есть, поэтому мы отказались от идеи, чтобы вот у нас все вот там вот как точно вовремя, знаете, подавалось там, да, то есть, вот у нас люди сидели ждали, то есть, от командной работы мы отказались, да, когда мы там берем, например, там дизайнера, верстальщика, программиста, они ждут друг друга, Потому что дизайнер сделал свою работу и на согласовании где-то утонуло это все. То есть на два месяца. Это невозможно организовывать. Еще есть ряд каких-то… Я так вот сходу не вспомню, но много гипотез не сработало. Мы, например, пытались собирать… Виталик? Да, все, я понял. Я извиняюсь. Если что, я готов ответить в частном… Вообще здорово, что эту тему озвучиваешь. Спасибо. Фантастика, что вы так работаете. Спасибо большое.